У Тючева нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. То есть, а это, это немножко с другого бока, но это некоторая обречённость человеческих контактов. Понимаете, заведомая обречённость. При шимуне русской поэзии Тючева. Да, да. Какой-то, молчи, да, молчи, да. Да, он, он, он в этом смысле, да, муни. Совершенно верно. А Державин, я бог, я черт. Это немножко другая вещь. Это же не есть Татвайт и Веданта, или даже Кашмирского шиваит. Ну, да, нет, 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 видите ли, нет. На, на, на этом уровне, вот, скажем, на уровне, вот, Державинского бога, это, я вам скажу, это уже, так сказать, это типологическая близость совершенно универсальная. Потому что чем выше мы конструируем этого, так сказать, уровень состояния, то есть близкое к совершенству, когда, ну, в каких-то тем, скажем, я, я равно не я, я равно ты, я равно бог и так далее, на этом уровне, так сказать, удивительно, ну, на самом деле, естественно, совпадают соответствующие уровни разных религий. И совпадают гораздо больше, чем разные уровни в рамках одной религии, которая, в сущности, рассчитана на всё разнообразие адептов. Это мы и в христианстве видим, и в мусульманстве, да и в индуизме видим. И если брать буддизм не в каких-то очень таких, допустим, вот, формах, там, южных конкретных, а со всеми его северными, вот, вариантами, тогда то же самое, да, если брать северный, да. Я, к сожалению, северный меньше наблюдал. Правда, я был в Тибете какое-то время. В Тибете был Хаси? Да, в Хаси был, да, да. Это была середина 90-х, когда было относительно... Там вообще чередуется то легче, то труднее. Когда я там был, было сравнительно легче. И даже, я не уверен, что это всё время, даже в храмах на алтарях стояли фотографии Далай-Ламы. Вы понимаете? Которые теперь запрещены даже с собой. Ну, Китай, каждый раз, когда кто-то... Даже если вокруг Кайласа ходит. Китай тут же шлёт протесты, если кто-то вообще его примет. Хотя это очень странно и не лепо. Ну, какая угроза для них Далай-Ламы? Какая угроза? Погодите. Для великого Китая, который сейчас, вы посмотрите, какие... Ну, господи, ну, какая угроза для каких-то условий жизни в России была, скажем, я не знаю, там, ну, неважно, кто там, Есенин, скажем, ещё кто-то, что не было. А Есенин вообще считался криминалом, понимаете? Да и да, при чём здесь Есенин? Да, ты сказать, отнюдь... Нет, ну, нет, этот аргумент, какая опасность эта. Абсолютно, абсолютно не действует. Ну, что? А когда там сжигаются книги какие-то, ну, то, что было в 20-м веке. Господи, да нет, ну, это уже немножко другая тема. Ну, это... Да, но нет, ну, дело в чём. Видимо, был период, поскольку я вот своими глазами видел, на алтаре, вот, фотографии, ну, чуть-чуть увидел. Ну, там, не очень большая, но ясно это. Узнаёшь, так сказать, лицо Далай-Ламы. А стоит ему приехать в какую-то страну, как Китай протестует. Поэтому каждый раз, потому что это его личный визит, и никакой провидции, хотя его могут очень... С почётом, естественно, всюду встречают, но официально это расценивается как личный визит, чтобы Китай особенно, так сказать, негодовал по этому поводу. Ну, вот в этот год это была середина 90-х. Было довольно просто. Ну, я вообще по тому ареалу много ездил. И, в частности, в Катманду, в Непале. Было очень просто. Я, значит, я об этом знал. Я пошёл в китайское консульство, и мне буквально, ну, там, ну, с какими-то формальностями абсолютно... В Катманду, в китайское консульство. В Катманду, китайское консульство в Непале, в Катманду. По-моему, у него был ранг консульства. Я сейчас, ну, кажется, неважно. Мне дали, так сказать, недельную поездку в Тибет. Недельную поездку. Интересно, сейчас это возможно. Тибетский район Китайской Народной Республики, да. Ну, там уже было много всяких, да. Вот, так что, да. Ну, если бы речь, допустим, о каких-то вот артефактах тибетских... Да, 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 и дальних, может быть, каких-то провинций. Это была масса возможностей как раз в Северной Индии, и вот, в частности, в Непале. Да, да, да. Скажем, безумительная титанка. Так и осталось. До того красивые, что я даже сейчас жалею, что я там. Да, да. Там масса книжек было. Я для вас привезу. Я буду в Непале в октябре. Вот в Непале сейчас относительно порядок царит, потому что там же начались какие-то... Нет, там стало очень хорошо. Стало хорошо. Ну, слава Богу. Они очень отстроились после землетрясения, ведь оно было сильным довольно. Ну, конечно, остались еще трещины, Пашупати Натх, и многие здания разрушены полностью, или трещины огромные. Но дух в Непале интереснее, чем в Индии даже сейчас. Вы знаете, там... Ну, Индии разные. Индия же очень разная. Индия очень последняя. Скажи, влюбка, это совсем иное, чем север. Иное. Я живу на юге как раз. Иное, да, совсем. Я был, конечно, не воль... Но вот, да... Индия очень впадает в материализм все больше и больше. И в коммерческие такой вот... Так это все... В меркантинности. Я даже думаю... В общем, в Калиюгу скатывается на глазах. Что? Калиюга? Да. Простите-ка, Калиюга началась 3000 с чем-то лет до нашей эры. И еще будет... Да, 3. И еще будет 320 тысяч лет. Прекрасный эрскектив. Я даже помню, даже так, даже под этим заголовком, значит, даже какое-то было у меня интервью в начале 2000-х. И это... Я видела его. Да. И там был завтра. До лучших времен осталось... Всего-то. ...320 тысяч лет. Да, доживем до лучших времен. Да, доживем, да, да. Так что, нет. Только жить в это время... Прекрасный. Прекрасный, придется. Да, да, да. А может быть и придется, кто это знает. Трудно сказать. Знаете, я знаю вот такую теорию, что есть вкрапление сатей-юги в каждую из юг, и что следующее вкрапление сатей-юги в Калиюгу будет лет через 250-300. Ну, это человек... Это типичное... Я не знаю, откуда это пришло, но есть такое. Я знаю, откуда. Есть такой чудесный английский термин – wishful thinking. Maybe. Вот это есть абсолютное, когда голова человека работает так, чтобы пристиг к выводу, который ему очень бы хотелось. Ну, вероятно. И так, к сожалению... Иначе очень тяжело выносить бытие. Так, к сожалению, запрограммировано уже. Опять же, мы, так сказать, этим обладаем с самого начала. Это не то, что это, кстати... Да, потому что, в принципе, жизнь сама по себе, видимо, слишком тяжела, чтобы не создавали... Не были предусмотрены какие-то системы каких-то средств и аппаратов, которые бы её облегчали. Кислородный аппарат. Специальный аппарат. Ну, аппарат как вот условные какие-то вот средства. Сюда входят самые... Сюда входит и сон, так сказать, через каждые там 16... Сколько-то часов. Религии. И сон. Все религии. Религия как таковая. Далее там вот говорят, что нужно искоренить наркотики. Никогда их не искоренят, потому что это одно из средств как-то изменить внутреннее состояние. Наркотики, там, курево, алкоголь. Все эти вещи, все эти... Это же с глубокой древности. Все эти глюциногенные средства. Та же сома, например, напитки какие-то, сок растений определенных, какая-то эссенция грибов. Тут же масса средств. У самых разных племён. У шаманов, у, так сказать, у древних ариев. Конечно. У самых разных. И это, понимаете, другое дело, что, допустим, на, так сказать, наркобизнес есть какие-то преступления. Ну и что? Ну и что? Что угодно может, так сказать, может, так сказать, являться перед нами в виде какого-то преступления закона. Это абсолютно ничего не значит. Дело же в том, что это всё результат спроса на это. Конечно. Вот же что самое главное. Вы понимаете, рассматривая любой какой-то там социальный недуг, там, неважно даже какой, мы, мы сплошь и рядом упускаем из вида, что надежды на его искоренение абсолютной нет, потому что это результат спроса. Это то, что кого-то там обманули, там, насилие применили, так как-то. Конечно. Я очень хорошо помню. Законы обычно создают не слишком много людей. У меня была беседа в Германии совершенно. Случайно. Я в 80-е годы, я и сейчас бываю, но в 80-е годы. Это много было. И была беседа с одним учителем, старым учителем, немцем, который уже вот в 30-е годы нацисты, он был уже взрослым человеком. И это была очень-очень интересная беседа. И он мне сказал так, вы не думайте, что Гитлер там пришёл и обманул немецкий народ. Гитлер очаровал немецкий народ. Который хотел быть очарован. Он сказал, это человек, который уже был сознательный, тоже там, какой-то юноша, которому задурили голову. Понимаете? Сознательный, нормальный, так сказать, культурный человек, который всё это вокруг видел. Да-да-да. А что это означает? Что это, так сказать, это есть предложение в ответ на спрос. Вот же, что важно. И что совершенно ставит в иную перспективу все там благие намерения. Понимаете? Да. Так что это, вот, и, понимаете, и здесь действительно не сюда. Включая вот такие средства, ну, словно, скажем, изменить внутреннее состояние. Это глубочайшая потребность. Глубочайшая. Тут, причём, тут действуют самые разные вещи. Допустим, отвлекающие, действительно трансформирующие работу мозга. Включая те же наркотики, алкоголь и никотин и что угодно. Ну, или йогу. Или йогу. Нет. Здесь есть, ну, подобно тому, как есть белая магия, есть чёрная магия. Правильно. Есть и такие вещи. Но я боюсь сказать, что более, так сказать, как говорится, распространено. Но вот такое. Но важно не это. Важно было, чтобы было притуплено сама, так сказать, тоска вот бытия. А сам вот этот экзистенциальный страх. Вот же что очень важно. Понимаете? Да, очень хорошо. Об этом писали, что человека. Очень интересно. Ну, вот разных людей. Это где-то у Камю, по-моему, есть. Это есть у этой была очень интересная такая. Она Лидия Гинсбург, вы можете... Наверное, в Петербурге, кстати, она жила. Что вот человек просыпается утром, и он чувствует такую какую-то безмерную, именно даже как-то безотчётную тоску. Причём именно утром. Утром, да-да-да. Он из вот сладостных, недаром говорилось там, сладкие объятия Морфея. Недаром этот образ. Да-да. Перед ним снова встаёт жизнь с её... Убожество. И убожество, и какие-то досады, и мелочи. Он как бы переходит опять вот в этот вот земной ад, земные страдания. Понимаете? Поэтому, естественно, кто-то там запьёт. Ну, правильно. Ну, пить это плохо, там это разрушает здоровье, семью и так далее, и насилие. Понимаете? Ну, хорошо, это же всё испокон веков. Потому что это есть, так сказать, да, это есть, ну, свойство бытия нашего. Понимаете? Поэтому все эти средства, включая те, с которыми вроде там, там, курение, там, и так далее, и так далее, они, так сказать, извечны. Они извечны. Другое дело, что кому что дано. У меня была курьёзная попытка в юности, значит. Мой отец курил на моей памяти, у меня почему-то создалось впечатление, что курение, ну, может, где-то я и слыхал, что курение так сильно успокаивает волнение. Я помню какую-то детскую совершенно сценку у нас дома. Мама почему-то задержалась, её нет. Значит, отец очень волнуется, ходит по комнате и всё время курит. И у меня, значит, на примерно на третьем десятке возраста, ну, вот был какой-то период, связанный, допустим, с какими-то переживаниями. И я решил, может, я закурю, и мне станет легче. Вот так вот. Я, значит, попробовал курить. Тут я обнаружил, я даже удивляюсь, как люди без конца курят. У меня, видимо, очень, так сказать, такая лобильная, как говорят, реакция на вот это дымно. Только я затягивался, значит, у меня сразу холодели пальцы. Тут же холодели пальцы, и какая-то музя в голове подымалась, а общая тоска не исчезала от неё. Не исчезала от неё. Поэтому я очень быстро решил, господи, так какой смысл это? Ещё мне было бы легче душевно, ладно, так сказать. Пусть даже саморазрушение, но вот нет этой тоски, вот безнадёжности, невозможности там, вот, блага. Вот я просто, и я от этого, а, так сказать, поскольку это вызывало такую реакцию, так удовольствия никого не было, я очень просто бросил это. И никогда не курил. Ну, собственно, не начав, бросил. Я не начав, а вы курите? Нет, нет, но я курила. Когда-то курили? И знаете, я перестала, очень интересно, знаете, как я перестала курить? Не с помощью книг или учебников, или каких-то тренингов, потому что их много существует. Я отследила очень внимательно те моменты, когда появляется потребность в курении. Вот этот жест, вот этот дым, вот это вот втягивающее движение. Я отследила, когда я хочу курить. И мне стало смешно. И что вы, да. И я просто бросила от того, что это было нелепо, глупо и смешно. А какую связь же в данном случае посмотрели, если можно спросить. То есть, вот, с каким, ну, как пример, с какой ситуацией это было связано? С какой именно ситуацией? Там было несколько ситуаций. Крайнего переживания, отчаяния, тоски, внезапного шока. Также радости внезапной, очень сильной. Какого-то возбужденного состояния. Ну, не говоря уже о там обычных ситуациях, когда просто ты кого-то ждешь. Я понимаю. Если ты кого-то ждешь, нужно курить. Понятно. Если ты находишься где-то в ресторане, нужно курить. Потому что у нас курили все, весь филфак и востфак. А, вот-вот, я хотел по этому поводу сказать. Все аудитории курили. Видите ли, нет. Я хотел сказать, что особенно вот эти годы молодые, начиная со школы, это отчасти подражание и отчасти вот это стадное чувство. Абсолютно точно. Которое человеком владеет, опять же, беспокойным. Это в школе начинается. Что как бы стыдно не быть вместе со всеми. Стыдно не быть вот таким вот, как все, крутым. То есть толчком может быть даже не какая-то вот такая, а просто вот такой пример. Это правильно. В юном возрасте, да, конечно. Он соответствует вот этому одному из средств как бы ухода. Другое дело, что вначале он просто поиск там тщеславие, из боязни остаться одному, как бы вот такой черной овцой, как бы вот среди этого стада людского. Да, да. Понимаете? Ну, тем более в насмешке какие-то сверстников. Ну, вы знаете, я как-то в этом смысле, ну, не так, чтобы я этому не отдавал Даню, но, по-моему, я все-таки в этом смысле был достаточно как-то сам по себе. Скажем, я и... Ну, правда, это было связано. Это тоже и к алкоголю относится. Но тут, правда, была причина вовсе немножко другого рода, просто совсем еще в отрочестве, просто я как-то крайне неразумно пил, мешаю сам. И было несколько дней, было таких последствий таких вот. И потом у меня в сущности все такого рода влечения на всю жизнь отшиблось. То есть какие-то что-то я могу, но символически. И уже то, что кругом пили, меня абсолютно никак не подвигало. Да, да, да. Абсолютно не подвигало. Ну, вот видите, да. Но это, опять же, это в каждом заданном степень коллективизма, степень индивидуализма тоже в сущности заданной. И здесь, опять же, тут уже особенно... Ну, тут просто ничего нельзя сказать, понимаете. Но, как правило, вот среди молодежи это играет огромную роль. Да, до какого-то возраста, безусловно. Тем более, что для многих существуют какие-то вот авторитеты, какие-то... Ну, да, примерно для подражания. Какое-то желание кому-то подражать. В конце концов, любимые герои, кино или книг даже. Опять же, так сказать, нужда в таком вот каком-то, можно называть... В идеале. По-разному. Даже не обязательно идеале, чтобы кто-то тобой руководил. Это на каком-то уровне его можно назвать словом гуру, а где-то это просто там вожак, предводитель там. Да, да, да. А в каких-то там обществах уже уголовно. Там пахан какой-нибудь. Пахан, да, совершенно верно. Это же абсордатор. У кого кто? У кого кто? Правильно. Или наоборот, какой-то идеал там таланта, красоты, там добра. Или это даже может быть лицо там, допустим, священнического ранга. Это в любом случае, почти всегда так. То есть вот эта вот потребность быть ведомым кем-то, это опять же, это же неотъемлемая потребность значительного большинства людей. Значительного большинства. Ну, в всяком случае, до какого-то возраста, возможно. Да это во всех возрастах, практически. Другое дело, что на склоне лет это уже... Это может как-то быть специфичным. На склоне лет это может выражаться в такой тоске. Ну, вот был же такой великий человек, но вот сейчас уже нет таких. Понимаете? Да, потому что да. Но в любом случае, это, конечно, опять вопрос того же спроса. Понимаете, в чем дело? А тут, может быть, конечно, и святой человек может им быть, и может быть полная противоположность. Ну, вот хотелось бы, чтобы все-таки святой человек был. Вот как раз... К большому сожалению, вот это модальное, хотелось бы, оно абсолютно... Ну, это уже, может быть, мой сравнительно пессимистичный взгляд. Это абсолютно ничего не значит. Более того, вот это хотелось, вот то, что вы сказали, это слово очень характерное. Это значит, что мы заведомо в поисках этого человека на многое закроем глаза. Буквально гарантия, я бы даже сказал. Закроем глаза, а чем-то необычайно впечатлимся, а чего-то в упор не увидим. Ну, вот конкретно, да. Ну, все-таки, возможно же встречи с... Возможно встречи, да. Удивительные. Ну, во-первых, они... И вам везло на такие встречи? Мне, может быть... Ну, у меня были замечательные встречи, но было их мало. Вот как раз, я хотела спросить... Ну, была чудесная была встреча по рекомендации, по, так сказать, инициативе... Знаменательные и, может быть, даже судьбоносные встречи в вашей жизни были ли они... Судьбоносных встреч, по-моему, у меня не было. Но у меня была встреча, действительно, ощущение подобщения с замечательным человеком. Антоний Сурожский? Что? Антоний Сурожский. А вы знаете об этом? Я знаю, что вы с ним встречались. Я хотела как раз попросить немножко свое впечатление. С Владыкой Антонием. Видите, вы о первом, о ком вы заговорили, это вот Антоний Сурожский. Да-да, как я, по-моему, имел возможность. Да-да-да, разумеется, да. Где вы встречались? В Лондоне. Это была моя поездка в Лондон. Были знакомые, так сказать, которые считали, говорят, что вот, мол, вот, хорошо бы тебе вот встретиться с Владыкой Антонием. Они были знакомы с ним? Они были знакомы по каким-то, да, каналам, были знакомы. И, причем, я помню, да, ну, это было действительно, помимо того, что я отнюдь не пришел к нему, как, допустим, ищущий, как-нибудь... Я так сказать, ну, более того, первое, первое, чем мы обменим, может, они ему что-то, может, про меня сказали. Буквально первая фраза, очень любезно, хотя он был дико занят, он дико занят, но его, естественно, его вот прихожане, он был глава православной церкви в Лондоне. И там, возможно, были. Нет, я не была. Да, вот. И, значит, и первое, что... Вот вы, кажется, занимаетесь Индией. И он же продавал, вот объясни, я же в ней ничего не понимаю, вот, объясните мне то-то. Это было первое, с чего началась наша беседа. И мы говорили минут 40-50. И что было, я бы не сказал, что он мне что-то даже открыл. Это было ощущение общения действительно замечательное в отличности. Вы говорили об Индии? Немножко об Индии, потом и о христианстве, вот в одном разном. Он знал, что я, так сказать, практически не воцерковлен, что... Ну, что... Вот. И о разных вещах говорили. Я даже не помню всех деталей. В чем тогда была замечательность? Но было ощущение внутреннего состояния такого подъема. Я помню, церковь эта находится недалеко от Гайдпарка. Он, слава богу, пустовал там в эти часы. Я помню, я когда обратно шел... Она до сих пор там, да, наверное? Думаю, что да. Ну, вряд ли изменилось место вот это. Ну, да. Ну, главный, как бы православный храм Лондона, да. Да. Он, да, и что я помню хорошо, что вот когда я возвращался через этот паб, у меня было абсолютное чувство какого-то действительно благости, энтузиазма, что вот именно от самого общения. Не то, что мне что-то открылось. Нет. Так бывает. Да. Но такое ощущение, которое редко когда вызывает в тебе просто вот общение с живым человеком. Это было наиболее сильное впечатление в вашей жизни? Вот от такого сильного рода ощущения было в единственный раз? Было еще очень сильное впечатление, но более короткое беседа и более простая. Это было на Афоне. Ну, тут вы быть не могли. По известным вам причинам туда же еще не допускают. Да, да, да. Это я там был несколько... Я вообще об Афоне немножко знал. То есть, опять же, в православном и Грегоре, получается. Конечно, да. Это православно-греческий монастырь. Вот. Но там монастыри, скажем, болгарские, русские, сербские, греческих даже несколько. Причем, значит, так. Я немножко знал об Афоне. Так у меня сложилось, что я несколько лет после университета работал в секторе византиноведения. Да, да, да. Я покончал классическое. Так что даже первые мои работы были связаны с византийским эпосом. Ну, и попутно что-то знал об Афоне. И когда я выяснил, что может это там быть, но это уже особая тема, да, я там был в монастырях. И, опять же, люди самые разные. И, в частности, это, вы говорите, сербский монастырь. Он говорил на ломаном русском «старец Пахомий». Мы с ним очень мало говорили. Да, от него шла бы та же благость. Благодать. Благодать, да, да. Старец Пахомий. Вот. Очень мне это запомнилось. То есть, в таком случае, даже и неважная тема, может быть, да? Да, конечно, неважная беседа. Да, конечно, неважная. Оно вот присутствует здесь. У него не было, видимо, он не имел какого-то высокого чина в иерархии. Видимо, нет. Был еще очень интересный у меня встреча уже в другом. Это уже была буддийская встреча. Вы на Цейлоне были, наверное. Да, да, неоднократно. Это было в окрестностях Канди. Да, 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 я знаю. Был такой, ну, его уж, конечно, нет в живых. Ему уже, ему должно было быть, ну, наверное, уже не меньше ста лет. Не меньше. Был такой, он, кстати, писал по, не очень крупный ученый, но, так сказать, он писал ряд вещей. Писал по-английски, может, не только. Не на пони катхера. Может быть, вы это имя знаете. А может... Нет, наверное, нет. Но это не важно. И я, значит, я о нем знал. И это был в городе Канди. В окрестностях Канди в лесу, значит, я как-то так вот в чем-то на свой страх и риск, да. Он был у себя. Он был местным человеком? Он был... Нет, вот-вот. Я вот скажу, кто это такой. Он был беженец из нацистской Германии. И он мне рассказал о себе. Он был тогда юношей, вот в 30-х годах. Ему надо было бежать, чтобы спасать жизнь. Он, кажется, с матерью бежал. И он, если вот мать, она, ну, была, так сказать, видимо, она была чужда вот каких-то других вер, да. Она куда-то отправилась, видимо, то ли в Англию, то ли в Штаты, неважно. А я уже очень увлекался буддизмом. И я поехал сразу на Цейлон. Но он стал за эти годы, ну, это было, когда я был, у него это было, по-моему, в 80-е годы. Это уже было через лет 50. Он уже был пожилой, конечно. Но он достиг одного из самых высоких рангов в иерархии священников, буддистов на Цейлоне. Я уже не помню точно, как это формулировано, но это один из, так сказать, как бы иерархов буддизма на Цейлоне. Очень мы с ним хорошо беседовали. Он мне какую-то книжку какую-то свою преподнес. Очень было, да. Вот такое было общение. Спасибо. 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 Спасибо.